Борьба с несанкционированными свалками продолжается. С начала седьмого сезона волонтёры проекта «Будущее Арктики» собрали 90 кубометров мусора. В этот раз эко-дружина вышла на уборку территории в районе предприятия Днепр. Это уже седьмой сезон проекта «Будущее Арктики». Эко-волонтёрам за лето предстоит проделать масштабную работу по уборке несанкционированных свалок на прилегающих к городу территориях. В июне активисты дважды выходили на субботники. От мусора они уже очистили территорию городского родника и бывшего посёлка рабочий. За это лето мусора удалось собрать порядка 80 кубов. Сегодня у нас, правда, техники нет. На прошлом субботнике была техника, которая помогала нам в уборке мусора. Важно выходить, нужно беречь природу, заботиться о нашей экологии. Ведь наш дом заканчивается не только нашим порогом. Территория в лесном массиве рядом с предприятием Днепр ежегодно пополняется новыми свалками. Чего здесь только не находят экоактивисты. Шины, пластиковые бутылки, металлолом, канистры из-под автомобильного масла и другой завезённый сюда хлам – дело рук жителей города. Приходилось встречать различный мусор. И бытовой, и строительный. Колёса огромные. Причём, что они появляются вновь и вновь. То есть мы убираем одну территорию города, предположим, через год появляется на этой же территории новый мусор. Свежий причём. И несмотря на то, что пропаганда идёт повсеместно, в социальных сетях, по телевидению, есть такие граждане, которые всё-таки решаются на то, что выбросить мусор. Сегодня в уборках мусора в рамках проекта «Будущее Арктики» регулярно принимают участие 25 муравленковцев. Инга Рябчук работает экономистом в управлении ЖКХ и вместе с коллегами постоянно участвует в субботниках. Мы работаем в этой сфере, да, и мы понимаем, мы видим эти проблемы, то есть мы хотим их устранить. Если сделал доброе дело, то значит день уже прожит не зря. Поэтому, чтобы свои выходные не провести просто так, можно принести людям пользу, да, выйти здесь буквально на часик и убрать то, что копилось здесь годами. В этот раз участники экологического проекта «Будущее Арктики» без помощи техники собрали более 20 мешков строительного и бытового мусора. Это 10 кубометров отходов. С вывозом на полигон помог индивидуальный предприниматель Турал Абасов. Умнение безразлично с состоянием наших лесов. Как бы это наш город. И поэтому на призыв принять участие в субботнике ехать. Все желающие помочь в уборке прилегающих к городу территорий могут вступить в ряды эко-волонтеров и сделать Ямал чище и уютнее. Для этого достаточно пройти регистрацию на сайте будущееарктики89.рф или написать руководителю проекта Максиму Жигналь в социальных сетях. Анастасия Попова, Сергей Лукович. Новости Муравленко. Анастасия Попова, Сергей Лукович. Новости Муравленко.